Ну вот, ребята, о чем мы говорили. Смотрите, нашла я у нас тоже птичку. Судя по всему, это курочка внизу нашла. Видите, расклев начался? Выдрали перо, тычку, пошла кровь. И ювенальная линька у них как раз сейчас 2,5-3 месяца. Старая перышка, ну не старая, а после пуха, которая вырастает, меняется на постоянно новая. Вот эти тычки их очень сильно интересуют. Поэтому мы берем алюми-спрей и делаем вот так. Я убираю все следы красного, то есть перо, допустим, у нее здесь покрашено красным, но кровью. Я его просто забрызгаю. Все, ребята. Вот, в общем, этого достаточно. Если эта тенденция носит постоянный повторяющийся характер, то есть у вас птица клюется и клюется, вы там пропустили что-то, не дали ей вовремя, не заметили, то прижигаем клюв. Клюв прижигаем. Если вы посмотрите, на клюве есть прозрачный, такая прозрачный кант. Вот видите, острый прозрачный кант. Вот именно им они и клюют больней всего. Вот он очень тонкий, и, в общем-то, птица не страдает, если вдруг его, по идее, в природе она должна его стачивать. Вот, если мы его вдруг немножечко подрежем. Я извиняюсь, я просто какахи убираю сейчас, и не очень чистые метки. И вот этот вот кончик мы уберем у всех птиц, если это начнет носить какую-то постоянную такую часто встречающуюся тенденцию. Все, вот в таком состоянии, видите, ни крови не видно, ничего не видно, вообще жопы не видно, ничего не видно. И вот в таком состоянии я ее сейчас отпущу обратно. А вообще поговорим с вами о чистоте в курятнике, как ее сохранить максимально из возможного сейчас. Я вам покажу, как мы убираем большую часть пометок в курятнике зимой, заметьте. И это очень помогает сохранить и нормальную влажность, и чистоту. Так, вот смотрите, сегодня 1 января, что происходит? Подстилка, конечно же, уже грязная, и, конечно, уже это не то. Нет, а посмотрите, как петухи подрались, не на жизнь, а на смерть там, а? Так, разошлись, успокоились. Сейчас я вам создам одну проблему на всех. Сплочающую коллектив. Называется Забой. Так, вот смотрите, что я хотела показать. Вот этот поддон, который сделан из линолеума. Я его почистила здесь сейчас опилки. Разбросала просто. Вот этот я не почистила, еще и показываю вам. Здесь крупные самые девочки у нас отсажены, курочки. А это петухи на откорме. Крупных я уже отсадила, потому что весь основной у нас вывод вот тут торчит. Но они помельче, другие по размеру. И крупных я отсадила, потому что им уже это становится тесновато. Что я хочу показать. Когда у вас на помете вот столько пера, имейте в виду, это началась ювенальная линька. Не пугайтесь, особенно новички. Это нормально. После пуха у них вырастает одно перо, которое примерно в 2,5-3 месяца меняется на новое. Этого пера вы сразу увидите много находится в помете. Вот не пугайтесь, это все хорошо. Ваша птичка просто взрослеет. Это называется ювенальная линька есть такая. И эта птица обрастает потом тем пером, в котором она будет уже существовать, будучи взрослой курочкой. Так, секунду. Наши поддоны под насестом. Служат нам верой и правдой. Вот так стряхнуло. Видите, они уже, конечно же, далеко не идеальные. Затоптаны какахи все на свете. Но это очень помогает снять с себя проблему с излишним аммиаком в курятнике. Потому как самый большой объем каках куры производят ночью, и вы его убираете. Так, что еще хотелось сказать. Бункерной кормушкой мы так и не пользуемся. Просто я в нее, как в обычную кормушку, насыпаю сухое зерно. У них яблоки сегодня, помимо основной мешинки. Вот. И по поводу подстилки. Все, снова же возвращаемся. Здесь у нас никто не живет. И подстилку, которая находится на полу, постоянно требуется рыхлить. Как только вы ее рыхлите, она становится более такая воздушная. И она подсыхает. Во-первых, она высыхает, убирается у нее влажность. А во-вторых, она выводит из себя вот этот лишний снова жамяк. Можно открыть окно, когда это делаешь. В проветре слегка. И потом, впоследствии, она высыхает достаточно сильно, чтобы они в ней даже купались и рылись. По этой причине я добавляю в подстилку золу. То есть я сейчас все взрыхлю и добавлю везде золу. По всему полу рассыплю примерно ведро. Зола это у нас щелочь. Изменение щелочного вот этого вот фона в этой подстилке, на мой взгляд, очень хорошо помогает справиться и с испарениями аммиака. И когда курица в ней купается, это будет еще и профилактика всех вот этих вот пироедов и всех вот этих паразитов, которые живут в пере птицы. Кстати, по птичке сразу видно, которая обленяла уже. Переленяла. Видите, какое у нее перышко чистое, светлое, красивое. И та, которая вот она еще не полиняла. Вот у нее попа вычесана. Вот так-то вообще. Вот они еще сейчас несутся полным ходом. И, по-моему, даже вот линять-то ты собираешься. Ну да, уже тычки, видите, там вот уже на спинке. Есть куры, которые линяют, прям вот сберут и сбрасывают чуть не все пиро. Ходят такими страшными, прям думается, ну все, капец. Это вот были у нас такие парочку девочек. И вот посмотрите, им даже самой по себе нравятся угли. Вот нравятся им угли птицы. Поэтому все равно не перебарщиваем, конечно, потому что все-таки щелочь, она и есть щелочь. Но добавляю в подстилку я именно золу и пока не жалуюсь на это. Все подстилку прогребаю до линолеума, видите, вот там. И они еще тут что-то умудряются выискивать, находить. И сейчас покажу, сколько в итоге получается, если раз в три дня я убираю. Вот этот поддон еще не убрала, но раз в три дня, если я убираю все поддоны, получается у меня два больших ведра. Вот такие ведерки, сами знаете, они, по-моему, 12 или 15 литровый объем, высокие. Вот сейчас доскребу еще второе ведро тоже. И вот эту подстилку сейчас еще раз всю подниму. Но они мне помогают в то же время, но только ковырни, что называется, они уже сами тут все, дельта обделана будет. Так, что касается молодой птицы. Вот здесь в этом загоне у нас уже снова начинается переселение, небольшое перенаселение. Как я справляюсь с подстилкой? Когда они совсем малышами сюда заселяются, подстилки у них слой примерно 12 сантиметров плотно уложены, если она будет. Они не ковыряются, все нормально, и примерно до месяца-полтора вообще проблем нет. У них происходит чистая рыхлая подстилка остается, потому что, соответственно, какой-то мало, а это много грибут. И поэтому все высыхает. Впоследствии, когда они достаточно много помета после себя оставляют, и вес у них вырастает, увеличивается, они его притаптывают и становится это дело все коркой. Вот эту корку как раз я и снимаю и выбрасываю, под которой остается достаточно приличная еще подстилка. И, в общем-то, все хорошо, достаточно долго. Как только они уже вырастают до такого размера и веса, что этого делать не получается, подстилку можно либо заменить, либо переводить эту птицу уже на вот такую вот сетку. Может быть, вы видите, это зеленая пластиковая сетка с мелкой ячейкой, постеленная на металлическую сетку. То есть лапки у них не травмируются, видите? Вот получается, что с их лапкой. Вам видно, надеюсь? Ну, то есть ячейка значительно мельче, чем их лапа. У них лапы не проваливаются. Либо переводить их, мы думаем, уже через месяцочек, наверное, в тот курятник, когда у них температурный режим, собственно, выровняется температурные показатели. Так что эта птица не требует температуры какой-то подогретой. Перевести их в теплицу уже в отдельный вольер. Но это пока, так скажем, в планах. Может быть, мы эту птицу расстелим еще вот сюда. Будет два отсека. И даст им возможность еще достаточно долго провести в нашем общем курятнике. Но снова же, ровно из-за того, что я могу большую часть помета убирать, здесь может сохраняться приемлемый фон для того, чтобы все эти куры здесь существовали в комфорте. И не свином яйца. Так, вот из угла, видите, выкрепаю до пола. А потом перемешиваю вот так вот эту кучу. Не давайте ему тоже хватануть слишком много, это все-таки щелочь. Поэтому перемешиваем обязательно, чтобы они, чтобы найти какой-то уголек, должны еще были постараться. И обратно я туда все это дело задвигаю, вот таким образом. Так, но одной рукой не очень удобно, ребят. Вот так. Все, и они сейчас будут в этом углу ковыряться, рыться, сами плескаться, кувыркаться. Короче, чистятся сами будут уже. Ну вот, дамы и господа, первый январский фитнес закончился. Тут вам было и степ, и колонетика, и с элементами йоги. Поэтому очень полезное, оздоровительное мероприятие и для себя, и для птицы. Вот, теперь они будут тут это все дело перерывать, уголючки какие-то выискивать. Все будет чудесненько и прекрасненько. Вот мои красотуленьки. Яблочки сегодня кушали, зелень была. Завтра у них будет черноплодная рябина. Первый января. Первый день 2020 года. Вот там мои птюхи, вот там мы все с вами делали. А на этом я с вами прощаюсь. Счастливого вам Нового года. Удачи во всем. Здоровья вам крепкого и всей вашей семье. Ну и до встречи в Новом году. Ну и до встречи в Новом году.